здравствуйте с вами снова интернет-канал максима за и мы снова играем red at redemption 2 короче говоря дача предпринимать дача решает думает над планом отомстить анджело бронте за ту неправовидную наводку насчет трамвайной станции которую мы ограбили он сказал что там уже много денег да 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 иду 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 так что там много денег можно ограбить а в итоге там мы не нашли ничего почти кроме какой-то кроме какой-то хрени денежной маленькой и огромной армии законников возможно возможно сегодня мы даже грабанем банк если если месть не займется слишком много времени итак артур у тебя решающий голос в чем мы проглатываем оскорбление убегаем словно крысы или же разбираемся с этим делом как должен не нужно ему мстить мы почти не знаем это не дело не вместе ходи мне плевать вообще на этого анджела бронте но дело в том что мы планируем ограбить банк в его городе банк который вне сомнений под его защитой в городе полны полно людей жаждущих нашей крови и прежде чем мы это сделаем надо вывести его из игры я не согласен всегда есть более простой бы более простого пути нет я знаю что он за человек мстительный даровавшийся до власти тип который правит за счет своего дел если мы проверим такое дело у него перед носом то нам конец вы же хотите уехать отсюда из этой страны нам нужны деньги мне это просто не нравится дать последний раз это последние дела в нашей жизни еще до конца этого года мы будем собирать урожай и манго на таите станем фермерами но для этого нам нужен начальный капитал мы должны уехать ты это знаешь и я это знаю ты уж извини но пока я не могу это еще одно дело поверь мне артур если это будет ради дело то дело есть дело анджела бронте стоит на пути к нашему будущему ты погубишь нас всех таким способом пойдем артур очень надеюсь что ты прав я прав конечно где-то я это уже слышал но обычно я был прав тебе виднее артур гони сомнения прочь они ничего не дадут нам нужно поговорить с человеком насчет этого дела лодки мы направляемся в поселение ладно я там я встретил лодчика по имени томас он знает эти воды как свои пять пальцев а зачем нам лодка то так мы сможем напасть на дом бронте со стороны болот застанем его врасплох он знает что мы выбрались трамвайной станции так что рассчитывать что мы будем мстить может и логично видишь артур могу еще я мыслить рационально пока давай за мной вспомнил спасибо за что за то что встал на мою сторону да дело не в том на чьей-то стороне похоже хозе я стал бесхребет но это нападение на бронте она нужна для ограбления банка или или месть за трамвайную станцию наверно на то и другое а вообще какая разница нам нужно ограбить этот банка полиция полиция как и все остальное среди них фактически в кармане у бронты да и кроме того у нас подставил не будем забывать о том что он похитил джека да понимаю но у нас и так много врагов и лишние проблемы нам вряд ли будут нужны кажется вы все забыли о том как мы добываем деньги а их нужно много надо прокормить 20 человек не говоря уже о том чтобы обеспечить им новую жизнь за океан при всем уважении дач но сумеем ли мы провернуть этот план стоите это ты мне скажи артур сумеем перестань сомневаться черт побери я из кожи он лезут чтобы наше будущее обеспечить я знаю но 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 когда ты уже перестанешь таким ограниченным то быть а если хочешь чтобы мы разделились чтобы каждый пошел своим путем просто скажи да нет конечно ты что это же не тюрьма я никого не удерживаю так что мы либо все вместе и пытаемся вырваться либо нет варианта которым мы ничего не делаем и получаем все просто не существует я знаю тут ты конечно прав но просто такое чувство что мы засиделись немного даже вода рискала нас нашли да скоро нам придется уходить разве я не об этом говорю мне кажется что в разговорах с вами я хожу по кругу но только мика по-прежнему мне верен ты несправедлив немного то ты говоришь прям как джон честное слово это женщина настаивает его против меня да я раньше замечал в чем дело то да ни в чем думаешь мика спорил бы с решением написать на бронте но он бы сказал сразу вперед да не сомневаюсь но вот мы и прибыли позволь мне вести банду проверим реку это короче говоря томас рад видеть тебя мой друг о здравствуйте мистер дач томас ты знаком с артуром артур отлично управлять лодкой точнее томас управляет отлично лодкой я опять перебыл как мы ловили ночью самов это было целое приключение итак мой друг могу я вас попросить об ответные услуги что вам от меня нужно вы знаете анджела бронте ну вот нужно нанести ему визит вежливости мы надеялись как-нибудь вечером мы не могли бы вас высадить за его домом если кто может это сделать так это я мы заплатим вам за беспокойство да я не беспокоюсь хорошо мой деловой партнер жуль на шлюпке мне нужно проведать его а там ловушки есть да могут быть артур ладно присоединяемся это не займет сильно много времени если мы найдем его да уж надеюсь что это не займет много времени будьте начеку тут полно аллигаторов причем больших да отлично но уже артур тебя не пугают до исторические рептилии да ну удача просто хочу чтобы ты встретил достойного противника такого же как ты верю не у хищника с большой пастью да томас артур у нас тут комедиант ну как скажете мистер дать вот сюда следки за мной и не сходить из пуди воду а это что не вода по твоему очень похоже на воду мистера артуру наших краях тут и так все просто там впереди пара ловушек на раков да вижу ящики тут мистер дать посадить чтоб тут не плавали всякие эти дети блин но это не эти это раки здесь пусто ничего тут нет там еще есть несколько штук даже не хочу знать что коснулось мы и ноги уверены что справитесь с анджелой брунт да с подобными рептилиями я обращаться умею далеко не отходить и делайте все в точности как я до томас непременно мистер артур вы тоже неудивительно что вечерние прогулки по болотам не стали популярными не так ли мне нравится здесь тихо и никто к тебе не пристает ну кроме ночной банды да и то не часто ночной банды да странные ребята тут живут еще более кровожадные чем дикие звери чушь выглядит все это лучше немного ходить по зеленой грязной воде это так мерзко конечно стойте аллигатор я не вижу его темно очень не шевелитесь только а вот он но его вообще плохо видны ладно идемте тут есть еще одна ловушка он у того островка впереди не знаю почему жуль так долго с ней возился думаю мы одинаково сильно его хотим найти крестиком на карте ловушкой то обозначается мистер артур помогите ловушка застряла в грязи такое бывает ну давай давай тащи уже быстрее бля кто-то очень не хотел этого ну да ходили слухи про огромного старого самца аллигатора люди много болтают наверное это был нет кто-то такое мог сделать а потрясающе ну дальше надеюсь эта тварь тебе первым укусит может пойдем дальше уже а я не хочу задерживаться здесь дольше чем надо ладно это подождет пошли ну ты будешь идти нет стоп ух ты да тут полную их мы или они ладно пошли мы удалось мы уже должны были встретить джюль думалом лучше разделиться и поискать с обеих сторон ладно артур раз уж ты здесь чувствую себя как дома то бери себя правую сторону а мы пойдем на льку держите ухо востро эй эй там кто то есть привет жуль имя смешное конечно жуль на дерево на дереве наверное то он эй ты на дереве ты что делаешь там это чудовище чудовище ты там в порядке тут чудовище тут чудовище оно огромное едва меня не съело куда оно делось оно тут где то что большой аллигатор никогда и такого не видел большой и злой вытолкнул меня с лодки и загнал сюда ты наверное жуль да где лодка вон там я бежал я а вдруг там аллигатор появится сейчас куда же тот монстр уплыл кажется туда я нашел лодку сюда ой она застряла а нет сейчас оттолкнем и я вытащил ее идем отлично ладно возвращаемся к причалу да побыстрее ой слава богу Томас кто эти ребята ты два моих новых друга потом объясню жуль мы очень рады что наконец-то с тобой познакомиться я думал что ночью всюду просижу а зачем ты вообще полез на это дерево этот аллигатор был просто огромен вдвое больше вас всех и вдвое злее опа на что еще мы на мы видимо наткнулись на пень ну-ка выбрыгни и вытяни нас я да просто сделай это и все это плохая мысль а вдруг это аллигатор если к тебе будет подбираться кто-нибудь мы сразу же заметим плюс у нас тут пушки есть все будет хорошо тварь где-то здесь я думаю давай постарайся как следует он не шутил насчет аллигаторов я иду нет нет нам лодку терять нельзя арт пойдет артур я почему я то ну ладно и давай быстрее он цепился мне в ногу ты сейчас будешь стоять и смотреть да я пытаюсь идти по воде так трудно ходить хотя он плывет на самом деле а не ходит иди сюда парень я иду ну и где он только бы он не убил бы его но где-то поблизости артур ну уже найди его на помощь а здесь я иду иду а вдруг он а вдруг он опять сейчас под водой кажется давай я с тобой сынов я с тобой о боже нет дальше стреляю же куда-нибудь только не оглядывайся сделай пару предупредительных выстрелов покажи я прикрою тебя пожалуйста скорее и нога вперед вперед до иду я у него носу есть еще быстро тратиться от этого давай сюда мальчик иду 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 выносливость уже все отдавай его сюда ахаха кусанул за ногу его сильно и кончи эту тварь а чё патроны не показываются эх животные прочнее намного чем скотины кажется он уходит чёрт вот это аллигатор твоему мальчику сейчас похоже нехорошо вот постарайтесь остановить кровотечение все будет хорошо сынок сейчас все будет хорошо просто скажи спасибо дяде дачу кровь все еще течет давай прижимай сильнее я остановил кровотечение кажется с ним все будет хорошо если жар не начнется конечно жар можно сбить жар это ерунда опять аллигатор к нам он вернулся проклятие все странно что у нас патроны бесконечные меня это удивляет так должно быть миссии или не должно быть не непонятно немного этот аллигатор не хочет умирать кажется ему уже хватит но на какое то время господи мы уже можем возвращаться эй просыпайся все будет хорошо извини жуль похоже эти слухи оказались правдой большой и бешеный это необычно обычно маленькие злые а большие ленивые этот перерос свою злость он мне напоминает тебя артур знаешь дача я никогда еще не слышал как ты визжишь я не визжал ну в воде тебя вроде не было этот бедолага едва и попал к нему на ужин нам кто нибудь не поможет жули укусили ооо тут чудовище было его укусили но он жив просто держите его в тепле и дайте ему чеснока спасибо вам обоим если понадоблюсь то я к вашим услугам спасибо где мы вас можем найти встретимся здесь кто нибудь из вас может помочь мне вытекнуть водку я успокоен пойду эту раздражительную миссу ши которая в последнее время становится агрессивной старик бронте плохой человек да знаю он бил много хороших людей причинял многим боль да приятным его не назовешь но но а че мы здесь уже делаем то далеко ли мы ушли от этого места или чего там надо было задание отдача появилась уже на карте и оно находится хрен знает где мы вообще далеко уже мы вообще от этого далеко а не 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 так уж мы и далеко да добежим щас сейчас теперь надеюсь нам помогут добраться до бронты мы мы его грохнем а потом отправимся грабить банк не в сейн-дени мы сейчас не пойдем там за нас сцена назначена платить штраф пока не будем нужды собственно говоря и нет так добрались я так и думал что бежать недалеко грязно тут конечно но ничего не поделаешь Артур вот ты где давай залезай сюда Томас двигаем как скажете почти всем составом идем эй эй билл ты ведь считался мелстрем мелким метким стрелком кавалей когда придем поддержишь для нас зарядительным огнем я не говорил что метко стреляют а ты просто говорил что лучше всех в армии умеешь копать сортиры так ведь ну да я сражался и сражался хорошо ты всегда это говоришь война научила меня кое чему и чему бы вам научилась хотелось бы научиться да поосторожней единственные свирепые дикари тут это пропитанные местные самогоном самоулюбленные недоломки я не сомневаюсь тебе билл но твой крошечный ум не в состоянии переварить то что ты видел ты видел людей которые потеряли все из-за дикарей дикарей крестьян неудачников приехавших сюда из Европы ужасный урожай мести из последнего творения господа какой у вас интересный способ подготовиться к убийству я впустую потратил свою жизнь пытаясь научить вас хоть чему-то интересным да но если тут не говорить о любви думаешь мы справимся никогда не следует забывать о любви Артур она все что у нас есть заберешь нас вон там хорошо так удачи всем вам так давайте скорее но только не шумите так оружие бы надо достать какое-нибудь пополезнее пока предлагаю взять ножики не знаю пригодятся они нам или нет но я возьму хотя раз уж они все достали пушки то наверное лучше взять пушку Артур Джон у вас левая сторона если увидите кого стреляйте удачи джентльмены так в укрытие впереди двое спрячусь здесь сможешь попасть ты их убьешь или я удачи плохая идея была ножики брать потому что стрелять все равно придется мы пришли за тобой бронте где ты я и сам ничего не вижу на самом деле темнотища такая а у меня еще и глаз разряженный а у меня же этот есть а нет у меня нифига нет для глаза ничего ну ладно дайте мне вот эту пушку и она полегче хотя разницы вообще нет никакой нет давайте дайте вот эту она помощнее будет да блин блин я не вижу его плохо вижу совсем вот я руку вижу еще вот локти вот эти а вот самого его вообще плохо видно блин это еще не все идем в дом отлично выбиваем дверь и вот локти и Словаки, я всех вас убью сейчас. Да, блин, ну не тормози ты, пожалуйста. Так, где тут лестница-то? Один наверху есть. Я прям вижу где-то здесь. Так, заглянем сюда. Может он здесь? Нет, тут его нет. А как насчет этой комнаты? И здесь его нет. А как насчет этой комнаты? Нет. прослушайте прости друг я на зависую цену назови цену у каждого есть цена я сдаюсь я сдаю убить его нет мы его отнесем к дачу сам неси его я этому куску дерьма даже прикасаться не хочу ну ладно кажется дальше хочет поболтать с вами мистер бронте он там законники но уже морган валим отсюда быстрее но уже заряжайся быстрее блин заряжайся заряжайся а с этой стороны заряжайся заряжайся пистолет дурацкий бля я заряжайся заряжайся блин дурацкий пистолет револьвер точнее заряжайся заряжайся все нет нет ни одни не все скоты блин но вообще урона не наношу ему скорее грузите нашего друга в лодку пока никто не пришел положи его спереди билл помоги держишь его давай лени ладно пошли надо убираться отсюда эй важный человек мы ведь за тебя выкуп получим да жалок да ну неужели вот мне кажется что жалеть надо тебя мой друг все твои люди все твои деньги не смогли сдержать кучу деревянских олухов ты не что ты ничего не решаешь ты ничего не стоишь у тебя нет ничего а я правлю тебя в города и когда законники тебя с собой ты умрешь как ничтожество я и я страна а ты от чего люди убегают я владею вещами которых те никогда не понять ты даже не владеешь своими людьми тысячи долларов тому кто его убьет и освободит меня что ты теперь скажешь а они еще глупее тебя да несомненно законники вас разыщут ах да конечно ты прав они идут по следу да как хорошо они чуют отбросы да от отбросов нам лучше твои друзья пинкертоны придут и спасут тебя да мерзкий ты стыдняк ну давай же зови их чего не зовешь то давай позови их бля ау господи какой из твоих философий книг написано что человека можно скормить аллигатору дать в той которая про слабость в той самой не знаю а я знаю признаю это не самый красивый поступок но вопрос стоял он или мы я решил пусть лучше будет он что-то считает что это очень непростая то что и Субтитры сделал DimaTorzok А теперь Осталось последнее дело Ограбление банка Что ж, приступаем Дорогие друзья Но сначала я хочу Принять что-нибудь, что мне повысит Глаз Дорогие сигареты Ну нафиг, бренди давай Хорош, ладно Пошли Говорю тебе дач Вот это и надо делать Это даст нам сколько времени Сколько нужно Джентльмены Слушайте, банк Карен, Тилли и Эбигейл Они все повторяли одно и то же Там один вооруженный охранник есть А полиция Это конечно большой город Там конечно будет полиция Все патрули направляются сюда Когда мы с Эбигейл отвлечем их Это будет наш шанс Что думаешь, Артур? Ну что ж, у нас считают, что нет выбора особо Сидим здесь без дела и понимаем, что мы обречены А что насчет плана? Банда у нас опытная Стрелять мы умеем А эти городские копы Короче Нужно действовать быстро Думаю, мы будем действовать днем Только надо их внимание отвлечь Если все будет так, как говорит Хози Ну что ж, я соглашусь Если действовать ночью То попасть в банк будет очень сложно И тихо мы это не сможем Им гораздо проще будет нас убить Я знаю, но я хочу быть уверен Любой план хорош, если следовать ему как положено Все наши беды от того, что мы не Не следуем ему как положено Даже Блэк Водери, насколько я понимаю Да, ты прав Ладно, давайте ограбим этого мерзавца И обязательно отдохните Утром мы выезжаем Хорошо одеваемся, лишнего не берем Артур, у тебя все с собой? Да А что? Значит мы грабим банк И через 6 недель Начинаем новую жизнь в тропическом раю И до конца своих дней Будем выращивать бананы Пора покинуть это богом забытое место И ограбить банк Пошел, давай Короче Джентльмены Это последнее дело Где-то мы это уже слышали Что с тобой, Джон? Ты что-то приуныл Я просто пытаюсь трезво смотреть на некоторые вещи Трезво? Ооо, терпеть не могу это слово Оно убивает все воображение И когда же мы отплываем? Как только найдем корабль На одном мы доберемся до Аргентины А как же деньги в Блэк Водере? Мы их бросим, да? Да забудь, их уже давно нет Вы так говорите, как будто это последние деньги в мире Мы добудем еще денег И заберем их у людей И заберем их у людей, которые хотели у нас Это какая-то деревенская ловчонка с сотней долларов Это банк в большом городе Точно С охранниками и полицией Хозя уже все разведал Мы это обсуждали Итак Повторяю план в последний раз Хозя и Эбигейл выманивают полицию Устроя диверсию А мы спокойно заходим Джон, Лени берут на себя главный ход Хавир займется боковым Билл, Мика и Чарльз берут на себя посетителей А мы с Артуром разбираемся с управляющим и хранилищем Ясно? Да, ясно Понятно Ладно, хватит болтать из-за дела Джентльмены, начинаем Сколько тебе времени понадобится? Немного Минут 15, а то и меньше Если поднимется шум Если возникнут неприятности Короче, удачи, дентльмены Там все такое Каждый знает, что ему делать Заходим Жестко Но голову не теряем Там нас никто не ждет Если хоть что-то пойдет не так То возвращаемся в лагерь Через пару дней мы уедем Все в Биллу, все в порядке? Да Мы же не хотим, чтобы нас принялись за шайку Каких-то деревенских Уродов Ну что, ковбое Провернем еще одно дело Еще одно дело Насчет того, что нас там никто не ждет Тут можно и поспорить Может кто-то и ждет А хотя А хотя фиг его знает Парни Поспокойнее в городе Только будьте А вон Билл Привяжем лошадей здесь Так Ждем Взрыва Джентльмены Грабить воров Это вообще не преступление Вот такие люди Украли вы у страны будущее Парни Без паники Ведите себя естественно Подождите пока Хозе закончит свою часть Надеюсь, что сработает Похоже, что там законники Джон, прошу Поверь мой план в этот раз Как только мы выберемся Грузи все на эту повозку Ух, ё-моё, ё-моё Там был Ха-ха Да Я обожаю Хозию Он настоящий художник Ну что, вперед Так Погодите А можно мне взять пушку Получше Ладно Сейчас я пушек нормальных возьму И идем Надеваем маску Дамы и господа Это ограбление Давайте не будем делать глупостей И никто не пострадает Давайте Вы кем взяли возомнили, а? Давайте, давайте Идите туда Все А ты давай Открывай дверь в хранилище Давай, давай Открывай быстрее Я тебе сказал Попроси синьора старшего Открыть дверь Ну что ты ее шевелишь? Открывай, я сказал Молодец Начнем с самого большого Сейчас все вычистим Открывай Ну, открывай Я тебе говорю Как его открыть? Как его открыть? Ну, как открыть-то его? Где эти кнопки? Кнопки-то никакие не отображаются Давайте уберем оружие из рук А, вот Все, появилось Отлично Кнопка что-то не отображалась Сначала Так Давай, говори комбинацию Какую там Говори или сдохнешь Так Я уже и так разбираюсь С комбинацией 72, второе число, да? Посмотрим Отлично И еще одно число осталось Давай, последнее число 54 Все, открыл Вот, а что я говорил Ну и сколько же там денег? Ну Немало Немало Хочу сказать Беда Тут законники Блин Пошли Ладно У нас неприятности Выходите Игра окончена Черт Эбигел Датч Выходите Выходите Немедленно Кто-то нас выдал Не нужно было Звязываться с Бронтой Датч Мистер Милтон Отпустите моего друга Или эти люди Погибнут ни за что Ни про что Вашего друга? Зачем же мне его отпускать? Ну же, Милтон Игра окончена Никаких условий Никаких сделок Мистер Милтон Это же Америка Тут всегда можно договориться Я вам уже давал шансы Нет Черт побери Блин Вот и договорились Тач Хозия Ах Вы скотины А где Милтон И Рос Они уже удрали что ли? Я же говорил Что это не кончится Добром Блин Дайте мне пушку получше Блин Где Милтон? Милтона кто-нибудь видит? Ни Милтона, ни Роса Нет Удрали они Хозия не двигается А Ну он мертв Какое Какое сомнение Блин Просто стреляй Мне подумать надо Насчет плана Да Дохни ты Скотина Блин Ну куда ж ты? Ну и где А Эбигейл У них в плену что ли? Не Он бы так Артур Ты жив? Если можно так сказать Давай сюда Да Если бы Эбигейл Была бы у них Этот мудак Милтон Наверное бы Показал бы ее Здесь мы точно Не выйдем Вот Возьми вот это И проделай брошь В стене Откуда они узнали? А может предатели есть? Ты что прямо сейчас Об этом поговорить захотел? Бумс Артур Заберись на крышу И прикрой нас Девушки отдыхают Продолжение следует... 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 Ладно, идем. Так, стой, Артур. Их мимо мы вряд ли пройдем. Артур, иди к воде и попробуй отвлечь их. Отвлечь? Как? Не знаю, посвести там что ли? Так, отвлеклись, кажется. Скорее прячьтесь и не высовывайтесь. Сколько можно время на этих кретинов тратить, а? Вот, видишь их? Конечно. Ну и что? Не знаю. Я думаю, они нас ждут. Может, да, а может и нет. И просто же так они там сидят. Так, дай подумать. Я разберусь с ними. Че? Как? Я не могу их убить без шума. Так что за мной пойдет погоня, а вы уйдете в другое место. Ты о чем вообще говоришь? Ты меня слышал. Мне он нравится. Настоящий герой. Какого черта? Кто? Ой, что ты залез ты сюда? Эй, стой, дружище, стой, 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 стой. Такое прекрасное представление нечасто увидишь. Вперед. Долгая серия получается сегодня. И что теперь? Ну, по крайней мере, у нас есть золото. Да. Этот корабль не на Таике случайно идет? Не знаю. Джон, Лени, Хози. Все прошло нехорошо. Знаю. Что будем делать теперь? Похоже, мне придется представиться капитану. Дать ему денег за молчание. И выяснить, куда мы направляемся. Как я выгляжу? Как коварный и лживый убийца, скрывающийся от закона. Вот так, да, значит? Прошу прощения, сэр. Эй, вы кто такой? Извините, я без билета. Могу видеть капитана? Я не желаю зла. Что ж, потребуется немного золота. Но, похоже, все будет хорошо. Этот капитан славный и малый. Из Новой Англии, из Кейпта. Остальной экипаж французы. Они возвращаются на острова. Везут уголь из Пенсильвании. Может быть, мы сможем проскользнуть на берег. На севере Кубы через пару дней. Вот как. Судя по всему, да. А что мы будем на Кубе делать, Дэш? Немного посидим, а затем быстро назад. За остальную часть у семи. По крайней мере, у нас теперь есть деньги и преданность. Если они у нас есть, то мы можем делать все, что угодно. Думаешь, они поедут за нами на Кубу? Словно парковник Ваксман на шлюпке? Я очень сомневаюсь. Продержимся тут немного. И тогда про нас забудут. Будем надеяться. Знаете, я не моряк, конечно. Но мне кажется, что вот это темное облако ничего хорошего не означает. Очни здесь. Просыпайтесь. Очни здесь. Ну же, Артур, давай. Проснись. Проснись. Зачем? Что происходит? Не знаю. Но с парохода надо сваливать. Давай. А ну шевелитесь, лентяи проклятые, блин. Иди вперед, я за тобой пойду. Ай, боже ж ты мой. Дач. Дач. Я в порядке. А ты? Да. Не движется. Нет. Ладно, иди вперед. Я постараюсь найти другой путь. Черт. Артур! Артур! Дач! Дач! Субтитры делал DimaTorzok Аж какой шторм должен был быть, чтобы так корабль воспламенился. Жутковатая картина была на самом деле. И нас выбросило хрен знает куда вообще. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну и кто тут пишет мне? Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok